всем привет сегодня я вам покажу как можно использовать кривые материале и при этом будет материал меняться создал вот такой вот кубик просто blueprint пустой обычный накинул стандартный материал из бриджа но он нам особо сейчас не нужен будет мы будем переделывать точнее создавать свой материал давайте так и напишем пусть это будет материал of то есть кривых выделим наш кубик давайте поставим этот материал сразу пока внешний ничего не представляет так поставим кубик повернем его вот так вот будем наблюдать что нам необходимо давайте сразу закинем сюда текстуры которые нам необходимы из бриджа во первых это бэйс да то есть наш основной цвет это наша нормаль это орд данном случае это р это окружен g это раф нас и би это displacement теперь мы должны подключить наши текстурные координаты нажимаем буковку ю на клавиатуре и тыкаем по экранчику у нас появляются текстурные координаты либо набираем текстурки ординейт и как раз таки попадаем вот к этой ноге так давайте сейчас создадим кривую нажимаем правую кайшей проходим по этому пункту и далее выбираем наш кир здесь мы выберем linear кавер это пусть у нас будет свет давайте просто май напишем вот такая вот получается образно текстура но в данном случае это не то что текстура здесь у нас имеется красный цвет зеленый синий и прозрачность то есть если мы будет выключим да здесь у нас прозрачность сейчас она у нас на единице вот здесь сложно конечно ориентироваться но все-таки придется научиться как говорится этому всему здесь у нас нолик точка на нуле на единице то есть нам желательно конечно вот в этом кубе составлять нашу кривую точнее несколько кривых ну давайте поставим несколько точек вот на начнем с зеленый поставим сюда . пусть будет и где-то здесь . примерно в середине давайте добавим еще вот сюда . вот такая вот билиберда у нас немножко создается если сверху вот посмотрим появился фиолетовый но это только лишь мы на зеленом цвете настроили кривую давайте пока ее выключим включим синий цвет и потыкаем здесь тоже где-нибудь ну и что-нибудь подобное выставим ну и сделаем такой же с красным цветом пусть будет у нас вот так то есть мы создаем кривые какие нам необходимы ну или просто наугад ну давайте вот так вот сделаем смотрите . у нас имеют несколько видов то есть мы можем сделать авто юзер и брейк да то есть если нажмем на брейк вы увидите у нас получилось так скажем разделение но в данном случае она не всегда отрабатывает потому что соседняя точка должна быть тоже состоять в этих же так скажем значениях то есть вы можете вот так вот подкорректировать это все либо с помощью комбинации клавиш до единица двойка тройка четверка и пятерка то есть имя и пользоваться можно сделать константу если я выделю точку нажму на единицу на клавиатуре и у нас она у нас сразу становится авто то есть мы можем регулировать все это ну давайте включим все цвета и у нас вот такая вот билиберда получается но если вы увидите сверху у нас розовый при переходе в белый из белого в оранжевый далее в желтый далее зеленый то есть все это вы можете корректировать давайте пусть будет в черный переход и посмотрим как это вообще все это отрабатывает то есть мы сохраняем наши кривую и у нас вот такая вот текстура получается здесь очень видно как она будет состоять по сути из так скажем себя представлять давайте переходим по этому же пункту и выберем кровь от вас то есть мы создаем атлас для наших кривых так давайте будет назовем атлас кирф зайдем него здесь у нас есть градиент кирф и выберем плюсик так и наберем кирф майда то есть это как раз таки тот который я создал ну и для интересного выберем еще несколько пусть это будет вот такой цвет давайте вот такой вот цвет что там еще есть интересного ну он есть вот такой вот цвет будет это все что нашлось где-то в этом проекте возможно у вас их не будет теперь мы сохранили также есть вот эта ширина ее желательно отрабатывать степени двойки так я зря ее покрутил сейчас у меня компьютера живет желательно его ставить допустим 1632 там то есть но вы сами понимаете да и текстура сама уменьшается и здесь у нас получается что вот эти текстуры которые мы сюда поставили они становятся размытыми если здесь кубиками получается меньше здесь вы можете увидеть вы поставили 32 допустим значит общее размер картинки 32 на 32 давайте выставим 128 более качественный ну можно и 256 оставить как и было то есть чем больше здесь получается значение ну и здесь во первых плохо будет видно наши кривые во вторых они будут немножко размытыми и и кое-где могут появиться кубики так но здесь можно ставить не квадратную допустим а вот так вот выставлять то есть если вам необходимо вдруг но в основном квадратный достаточно мы сохранили наш атлас давайте заведем наш материал наши кривые а точнее наш атлас с кривыми напишем curve и как раз таки в параметрах у нас есть curve атлас row параметр так и назовем curve параметр пусть это будет так чтобы вообще этому этой кривой работать в этом материале нам необходима амбет окклюжен да то есть а в данном случае это у нас красный канал данной текстуры орд которая находится да здесь так чуть-чуть сдвинем мы подключаем наш красный канал и мы будем совмещать нашу основную текстуру с нашим нашей кривой которые взаимодействуют к окклюжен так скажем вот этой текстуры через ноду получается так скажем фотошопный фотошопных слоев blend overlay в базовую мы подаем нашу основную текстуру и получается вверх ну blend смесь мы подаем тоже уже от кривой изменению нормал мы подключаем в нормал и далее нам необходимо еще но до вар чтобы мы могли некие изменения делать нажимаем буковку l кликаем по экрану и подключаем ее в rough нас базовую мы подсоединяем blend overlay теперь нам у нас ругается на кривые да то есть мы их еще не завели сюда но и кроме этого нам нужно альфа альфа мы возьмем отсюда точнее получается со всех этих значений если покрутить вот эти значения это у нас будут как раз таки rough нас так более конкретнее мы сейчас здесь вытащим что нам необходимо так подключаем наш атлас мы создали атлас этого сквер и здесь вот curve которые кривые вообще существует в этом атласе ну давайте выберем нашу кривую которую мы создали и и как видите текстура у нас то есть стандартная до текстура у нас превратилась вот такую вот немножко дичь но это естественно так и если мы будем смотреть на нее у у нас получается нету отражение до никаких здесь мы можем подкорректировать и и допустим 07 как какой-нибудь подадим значение здесь мы их не заметим тоже здесь 04 сделаем из-за того что есть немножко черного она не по покажется вот здесь более конкретно вот смотрите наша часть получается если давать проще мы откроем как раз таки наш орд текстуру а если быть точнее это р часть да то есть это как раз таки наш окружен и если смотреть получается то что у нас вот это более свет светлое она становится окрашенная более в конце которой или или начале мы сейчас давайте исправим то на эту текстуру то она не совсем такая какая необходимо либо с конца подкрутим чтобы не было черного можно даже за границы выйти единица чтобы она была понятна мы сохранили да вот то что в конце у нас является окрашивание основной части это вот то что более белее то что темное вот эти части это у нас окрашивается начальной частью кривой далее у нас естественно есть переходы да то есть по сути глубина вот она более красная какая-то определенная да часть глубины далее становится чуть краснее белее и вот эти углы они вот тоже красненькие это вот скорее всего вот эта часть ближе к желтому то есть если подкорректировать вы можете из своей текстуры создать что-нибудь интересненькое так вот выкрутим вот такие вот значения пусть будет серый зеленый белый и вот у нас получается уже иной окрас но для тех кто быстро соображает какой цвет необходим точнее какие значения необходимо от нуля до единицы выставить цветам чтобы получился необходимый цвет либо с фотошопе подбирайте как вам нужно и потом выставляете но видите иногда у нас происходит такое что происходит совмещение точек если что можно зажать control и вытянуть получается что что у нас захватывается какая-то одна точка из этих и все отлично сдвигается то что в начале как я еще раз вам говорю вот это да часть это у нас получается ближе во впадины и естественно то что концу это вот как раз таки большая часть наложения теперь смотрите то есть мы можем создать допустим материал instance давайте наложим на наш кубик материал instance чтобы подкрутить подкорректировать необходимая часть так берем наш параметр до киров параметр вы можете переключить на какую-то другую кривую допустим это нам не особо подходит потому что она везде белая вот это уже кривая уже более-менее нормально выглядит здесь конечно вот можно прям глобально смотреть то есть то что темная она во впадинах синяя вот уже появляется зеленая вот она как раз таки выходит далее желтая здесь красная большая часть и вот это темные участки это вот как раз таки конец нашей кривой это можно также менять и в блупринтах давайте мы сделаем наш необходимую изменения то есть вот наш кубик давайте подадим ему материал пусть будет основной материал то что у нас получилось и мы на begin play создадим просто некоторые изменения для начала у нас основной материал будет зеленый давайте сделаем давай и допустим на 3 секунды далее мы берем наш кубик сет параметр давайте сет волью так это у нас это у нас скалар а вот он скалар параметр волью но нам необходимо еще создается здесь переменную пусть это будет у нас от вас пишем от вас до керф линер color атлас и как раз таки на эту переменную пусть это будет атмос рев давайте вытащим ее делаем компанию и выбираем наш атлас который находится который мы создали далее мы уже берем из нашего атласа get your position то есть нашу позицию кривой и выбираем ну допустим пусть будет смена вот на эту кривую далее мы подаем нашу уже параметр кривой именно в параметр волью и параметр name керф как он там назывался у нас так и назывался керф параметр теперь его сюда введем по сути вот это можно заложить давайте вот так выделим и макро за запекнем так подадим на выход если вам необходимо там какое-то количество подавать вот так мы сделаем чтобы у нас было все что необходимо делаем компайл переходим сюда и у нас получается уже несколько значений то есть мы сейчас duration 3 секунды делаем до перед сменой здесь тоже мы сделаем три секунды перед сменой выберем белый следующий мы будем выбирать какой-нибудь вот такой темный давайте еще раз скопируем то есть мы через каждые три секунды будем менять и вот так у нас получится буквально четыре материала заходим на уровень и давайте запустим то есть у нас три секунды проходит меняется материал три секунды прошел поменялся материал и еще разок либо это конечно раз что-то я не просто не заметил то есть вы вот так можете по сути менять необходимые материалы с помощью обычных кривых так скажем цветов а на этом все до скорой встречи всем пока